Развили в детстве, не дотрога, не дотрога, до сих пор не в своем счастье. Песня живет до сих пор. Но я хотела вернуть нас на землю. Эммануил сказал, что все-таки мужчины тебя недооценивали. Ты любишь сюрпризы? Да. Ну вот сейчас в студии появится сюрприз. Не пугай меня. Не пугаю. Со мной же все не страшно. Мужчина, который тебя любит последние годы. Долгие годы. Он даже сказал, что вот он не может сказать, сколько лет он тебя любит. Сергей Богатский в нашей студии. Он же в Красноярске живет. А вот так вот. Сережа. Мои рады. Фейсбуки. Фейсбуки, по-моему. Вот это правда подарок. Ребята, это правда. Такой мой друг. Это сережка, который... А это моя подруга. Сергей, я, конечно, потрясена. Сергей, рассказывайте. Ой. Тут и я могу рассказывать. Это уже лет 30. Значит, сколько лет? Ты знаешь, я тебе скажу, наверное, больше. Дай один раз поговорить мужчине. Ира, ты нельзя столько поклонников говоришь. Комсомол. Партия Ленин. Катэк. Стройка комсомольская. Это вообще неплохо. Радиостанция «Юность». С большим десантом. Приехала в Красноярск. Я с ними работал. Я их таскал по Красноярску. Я их сопровождал на концерты. Их было много, этих концертов. В итоге мы с Гайбулиной задружились. Она мне дала свой адрес. Я был у нее в Тушино. Ну, а потом меня забрали в армию. И мы потерялись. Потерялись лет на 20. А потом в Майами. Смотри, еду я с Настей. Там был такой круиз. Карибские острова. Майами. Я не знаю. Короче говоря, там огромный. Круиз по Карибам. По Карибам. И ребенку маленькому. Я же ей отдавала все. Все круизы. Дунай. Вспомни, сколько я. Я ее вечно с детства всюду таскала. И едем, прилетаем мы в Майами. У нас теплоход отходит. Огромный Voyager. 17 этажей. Там просто город внутри. И он отходит из Майами. И за мной стоит дядька какой-то в очереди. Все время он что-то мне пытается как-то менять. А я типа мужчина. В вас здесь не стояла. А оказывается, что это Сережа. А мы с ним не виделись 20 лет. И встретились там. Он тоже поехал в этот круиз на этом же Voyager. Вот как? Случайно. Я-то тогда подошел и сказал, Ирина Евгеньевна, вы меня, конечно, не узнаете. А он был тогда с волосами, а то пришел без волос. Лысый. А я напомню, лет 20 назад. Я его не узнала. Бла-бла-бла. Вы мне еще орешки привозили. Я говорю, привозил. Хорошо, вы мне чемодан сейчас донесете. И вот с тех пор вообще, Сережа даже 5 лет жил в Москве. Он здесь открыл филиал. Он сейчас хозяин и руководитель очень крупной, туристской. Он у нас филолог по образованию. Не очень крупной. Ну хорошо, не очень крупной, туристской компанией. Оказывается, правильно говорить, туристской, а не туристической. И он даже 5 лет здесь жил, помогал мне. Он делает невероятные для меня вещи. Он мой архивариус, он выкупает за свои деньги мои видео из частных коллекций. Старые виниловые пластинки, которых нет. Он их цифрует, эти записи. Некоторая песня, она говорит, это не моя песня. Я говорю, это не моя. А он говорит, как не твоя? Я говорю, я не помню, у меня больше 4 тысяч песен. Я на этом уже перестала считать, понимаешь? У Сережки там взлебные есть. Он парень-то не бедный. У него машина роскошная, у него фирма, у него квартира. И он там купил много земель. Так, вот. Я. Она все знает. Тихо. Понимаешь? Вот он там. Я, например, на свой день рождения, 29 сентября, который будет, я лечу к Сереже уже. Может быть, надо уже решиться на что-то. Это будет концерт в Красноярске. Я предлагаю сейчас позвать. Что, пожениться прямо сейчас? Давай, присвидетели. Присвидетели. А сейчас, Ирочка, к нам присоединится твоя дочь. Хотя... После рекламы. Программа «Зеркало для героя». Сегодня в «Зеркало» смотрит Ирина Гребовна. Наконец-то я хочу пригласить Настю в нашу студию. Моя доченька. Она сидела. Моя девочка. Моя любимая. Моя доченька. Она прятая с учебы. Значит, мы... Моя, Моя, иди, мать, поцелуй. Давайте там потеснитесь, потеснитесь. Или ко мне, Настя. Моя лапочка. Да, давайте мы потеснитесь. Скажи мне, пожалуйста, подходят друг к другу эти люди? Я хочу отметить, что... Настя мне сказала, когда была маленькая, вырасту, выйду замуж за Богатского. Нет, видите, я, будучи даже ребенком, я уже понимала, что Сережа замечательный человек. И он уже, между прочим, маме сделала предложение. Поэтому, я думаю, не только я уже жду, что вы, наконец-то, поженитесь. Но, просто... На самом деле, мне кажется... Торопим события. Ну и что? Ну и что? Ну и что? Вот. Вообще, моя мама, мне кажется, до сих пор считает, что я маленький ребенок. То есть, у нее в голове некая картина, что я маленький эгоистичный ребенок, который не хочет ее делить с мужчиной. И когда я была действительно... Такой? Ребенком, да. Я действительно, как, в принципе, и любая девочка, она хочет только, чтобы мамина любовь, она только ей была. Сейчас, мама, я хочу сказать не только тебе, но и всем, кто нас смотрит, что я хочу, чтобы ты нашла себе мужчину. Она хочет, чтобы я вообще спикнусь. Нет, потому что... Безусловно, безусловно... Она хочет, чтобы я уехала в Красноярск. Нет, неправда. А она останется жить в моей трехомпе квартире. Да неправда же, сделай не в корыстных целях. Я просто... Дай послушать ребенка, мама. Хочу отметить, что какой бы женщина сильной, самодостаточной не была, в первую очередь, она женщина, которой нужен мужчина, которой нужна мужская забота. И поэтому, мама, все, хватит тут строить из себя, что я, 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 давай выходи замуж за богатиками. Все, хватит. Ну что, я вам хочу сказать, что, может быть, мы и прокатимся на свадьбу. Может быть. Это все от вас зависит, Сережа. От нас? Нет, если уже отмечать, то в Москве, конечно. Вот именно. Зависит на самом деле от женщины. Женщина всегда говорит «да». Женщина выбирает, и женщина принимает решение. То есть вы падаете на колено перед нами, но мы принимаем решение. Это так. Пустить. Ну, мне, честно говоря, пока только моей Насте, у меня все мои мысли. Я вам честно говорю, что я себе даже внутренний какой-то не обед дала, а какую-то установку запрограммировала, что я должна поднять Настю. Я не могу. Она уже поднялась. Подожди. Только диплом. 19 лет ребенку. Я хочу ее поднять. Я хочу, чтобы она росла не в бесконечных вот этих вот, понимаешь, мельканиях чужих мужиков, а чтобы она росла в красивой, чистой со мной атмосфере семьи, творчества. Если попадется тот, кто будет с нами постоянно, да, такого не случилось. И я себе сказала, вот когда я Настю подниму, а подниму, это не значит, что там совершеннолетие или там 20-19. Когда я пойму, что она пошла уже своими ногами в свою профессию, в этот мир. Она же в 15 лет поступила в ГИТИС, она в этом году в мае его заканчивала. Понимаешь? И я тогда увижу, что она в театре, в кино, что она... Потому что она фанатично любит свою профессию, она потрясающе поет. Она уже снималась в кино. И поэтому я должна увидеть, что мой ребенок стоит на своем пути, на своих ногах. Тогда я начну заниматься собой. Я могу в Красноярск поет. Понимаешь? Ну, в определенном степени какая-то такая жертва приносится, да? В определенном степени, да. Оценят ли это дети? Никогда не оценят. А мы не для того делаем вообще добро. Наверное, наверное. А с другой стороны, это ширма, за которой ты прячешься, потому что... Мне так кажется. Потому что ты такой человек, Ир, когда у тебя рядом вот пройдет мимо что-то, и тебя действительно это зацепит. Зацепит. То я тебя уверяю. Я просто знаю. Конечно. Она бросит все и скажет, Настюша, ты выросла, дорогая. Значит, если ты пока не хочешь об этом говорить вот так, в такой нашей теплой, доброй компании, может быть, ты перед зеркалом сама себе скажешь какие-то такие самые заветные слова. Пошли? Пошли. Может быть, мы поймем, в чем твои сомнения истины, в чем твой страх, почему ты не решаешься вот на этот брак. Я тебе сейчас оставляю, погаснет свет, ты увидишь себя в зеркало, сосредоточься, только сама к себе. Не к людям, не в воздух, а сама к себе. Прям так можешь и говорить, Ириша, и так далее. Ириша, я очень хочу, чтобы ты открыла свое сердце самой себе, чтобы ты немножечко меньше начала думать о всех окружающих. И в этот огромный список любви ко всему, что есть вокруг тебя, включила себя. И то, что ты сейчас прячешь в себе, ты должна убрать, потому что действительно бесконечная жертвенность и бесконечное желание быть полезной всем в итоге где-то немножко саморазрушительно. Поэтому, моя дорогая, подумай о том, что ты прекрасна, ты молода, у тебя все впереди, чуть-чуть люби ту жизнь, которая открывается для тебя. До новых встреч! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ